Перечень задач участковых уполномоченных довольно обширен, но прежде всего это профилактика. Правда, раньше нарушители правопорядка были на виду. Теперь же отследить виртуальных мошенников считается большой удачей. Поэтому лучше не рисковать и не отвечать на звонки с незнакомого номера. Об этом регулярно говорят полицейские во время поквартирных обходов. Так как пожилые люди не разбираются в интернет-ресурсах, мы говорим, чтобы они не отвечали на известные номера, не переходили по каким-либо ссылкам. Не переходили ни по каким-либо кодам. И также нужно, чтобы родственники следили за ними и больше разговаривали на такие темы. И тогда, я думаю, что предотвращение одессонного мошенничества было бы урегулировано. А пока киберпреступники чувствуют себя безнаказанно и не внушаются средствами добычи. 1 февраля на вгородке Вере Николаевне позвонили с незнакомого номера. Неизвестный человек на другом конце провода представился юристом и сообщил, что ей положена выплата. Но чтобы ее оформить, нужно перевести деньги через салон связи. Недолго думая, пожилая женщина взяла такси и отправилась выполнять поручение. В салоне в этот день работал Андрей Кондрашов. Разговор посетительницы с собеседником по телефону ему показался странным. Я понимаю, что бабушку разводят по телефону, грубо говоря, да. Постоянно скидывают номер, опять перезванивают, какие-то непонятные схемы, какие-то адвокаты. Молодой человек решил предостеречь Веру Николаевну от необдуманного поступка. Однако та слушала только голос в трубке и отказывалась верить, что на другом конце провода ее пытаются обмануть. Я когда ей сказал, что это мошенники вам звонят, не слушайте их, ложите трубку, она говорит, нет, все равно. Я много не потеряю, если доложу еще 32 тысячи. Потеряю. То есть она уже потеряла какую-то сумму, ее еще хотели обмануть на 32 тысячи. Уговорить женщину так и не удалось, но и оставаться в стороне от явного обмана беззащитного человека мужчина не смог. Поэтому решил вызвать полицию. Она была убеждена, что это не мошенники. Мы ее пытались переубедить, что нет, это мошенники, что не стоит переводить деньги. По факту дистанционного мошенничества возбуждено уголовное дело. Но даже сейчас Вера Николаевна не верит, что ее пытались обмануть. Но сейчас-то, Вера Николаевна, вы понимаете, что вы пытались деньги перевести мошенникам? Нет. Я не верю. У меня как-то, понимаете, я знаю, что я очень много пострадала, очень, не только этот случай. Я еще не умею не верить. Мне мои соседние внуки, которые ухаживают, девочки, они вот так с кулаками не верят. Я не говорю, не понимаю я, Женя, я все отдала здесь, в Новгороде. 51 год в руководстве. Как я могу не верить? Как я могу... Не надо, не каяться. Я вот не настолько никого не обманула. Искренняя вера в людей в случае с Верой Николаевной едва не позволила злоумышленникам поживиться за счет 94-летней женщины. К сожалению, таких историй среди пенсионеров становится все больше. Их обманывают, спекулируя на теме компенсации за лекарства, пенсии, социальных выплат и страхования личных средств. И эксперты не видят предпосылок для того, чтобы в ближайшее время ситуация изменилась к лучшему. Ирина Ускова, Андрей Константинов. Новости Новгородское областное телевидение.